приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим об одной женской манипуляции на которую попадаются очень многие мужчины причем очень разных социальных слоев начиная от каких-то там работяг кончая довольно таки успешными ну говоря на сегодняшнем языке мужчинами короче говоря в чем суть манипуляции с одной стороны докажи что ты не лузер я утверждаю что-то лузер докажи обратно с другой стороны еще более опасная часть манипуляции ну ты же не лузер правильно ты уж парень то кольцового вот поэтому можешь изначально на это двоечников разводят в школе тетки классные руководители двоечник как и положено должен быть хулиганом а он далеко не всегда хулиган он просто ну не прогибается не заслуживает там эти пятерки родители не носят пакеты и поэтому он становится двоечником то есть родители там учителей не прикармливают он не унижается перед ними и все нормально но в принципе он совсем не обязательно хулиган но он как бы вживается в роли ему по чину положено там сбежать с дежурства то есть не быть рабом и тут ему начинают что ну что что так вот как говорится не хочешь то жвачки отковыривать там за девочками стулья поднимать и полы мыть не хочешь рабом быть ты смотри парень какой он самодеятельности дурачок участвуешь и дурачок да ну вот ты первое место сейчас по отмыванию полов займешь ну вот так разводили в мое время и дурачок на то дурачок хватает тряпку и вперед пошел первое место занимать вот ты же можешь ты парень хоть куда так вот друзья научитесь отказываться от первого места и от победы в глазах большинства в глазах стадо в глазах общества это и будет истинная победа истинная победа это в том числе отказ от признание вашей победы если вашу победу признают то как бы нифига вы не победили что это там такое погрузчик какой-то ездит мы сейчас на территории марины кстати в валенсии находимся так вот ну берем меня вот сейчас слава богу просто благодарю за это бога у меня сейчас доход которого не было никогда в жизни не то чтобы он зашкаливал но по российским меркам я думаю что мой доход входит примерно в пять процентов лучших доходов может быть даже в 3 процента теоретически могу такое допустить при этом я похоже что работаю это меня не работаю и уже одним этим в сочетании с доходом вхожу как бы наверное в один процент вот еще раз благодарю бога благодарю вас кто меня поддерживает вот и собственно все это обеспечивает но как бы там ни было сейчас это так сильно я отсвечиваю я не буду в подробностях показывать но вот эту рубашку которая сейчас и думали коротка поэтому ее периодически одергивать приходится чтобы пупок не вылазил не то чтобы это самое тут тепло все нормально даже если вылезет ничего особенного вот но кого-то может напугать поэтому стараюсь одергивать периодически рубашка которая была на этой собственно почему она была почему я летел в барселону надев две рубашки друг на друга а чтобы лишней бабки не платить за багаж багаж эту ручную кладь наполнил а багаж покупать не захотел поэтому надел на себя две рубашки как идиот и полетел в двух рубашках думаю если холодно будет одна пригодится на себе перевез так сказать вещи чтобы не переплачивать за багаж так вот ну почему я все говорю я не отсвечиваю если вы видите на мне какой-то предмет роскоши то это скорее то что я как бы но она случайно оказалась я специально не стараюсь выглядеть как не знаю там какой-то павлин хвост распушивший скорее наоборот основная масса людей которых я видел своей жизни они в той или иной степени старались отсвечивать старались это самое показать какие они там крутые и так далее и как бы уровень отсвечивания ну скажем так с моими доходами нынешними был намного намного выше то есть люди которые более броско даже как-то выглядят более презентабельно чем я это люди с меньшими чем у меня доходами причем намного меньшими то есть доходами в 50 уже бывают тысяч рублей человек уже начинает так отсвечивать что мама не горюй смотришь ну то есть я по сравнению с ним буду заморажка просто серая а потом думаешь блин у него доход 50 ну ну ладно вот я сейчас очень расстроился если бы меня доход был 50 так вот но понтов но понтов друзья короче говоря в итоге они становятся вективные тем самым они привлекают к себе каких-то вот этих не так усечек которые будут с одной стороны ждать от них миллионы с другой стороны когда миллионов не получат будут и мозг выносить вот потому что она посмотрела на внешний вид до хороший все там нормально меня надо фильтрует скажет работяга какой-то а там чувак идет более у него 50 тысяч доход она не знает доход она смотрит и по внешнему виду может делать что у него там доход не знаю 50 тысяч но не рублей и все а потом как бы нету этих денег она начинает мозги выдалбливать ну короче говоря то есть он вективнее становится и в плане снятия у него этих денег и в плане выдалбливание мозгов за отсутствие денег и вот уже исходя из этого я бы знаете что советовал если не ошибаюсь цитата принадлежит диагену живи незаметно не отсвечивай реально не то чтобы шифруйся но специально не отсвечивай не вкладывайся в то чтобы отсвечивать нет шифроваться как бы это глупость это опять получается что общество определяет твои действия в этом мире глупо но и не вкладывайся потому что многие как бы отсвечивают не потому что они шифруются а потому что они наоборот очень много вкладываются чтобы отсвечивать вот то есть выйдя на ноль и ты поймешь что на самом деле основа с людей богатых как бы она не выпендривается выпендривается в основном как раз даже ну низший слой среднего класса примерно у у кого появились деньги покрасивше одеться вот не просто первую попавшуюся вещь на рынке взять а походить по рынку по выбирать короче говоря одеться покрасивше побогаче вот вот этого ни в коем случае не делайте и еще один момент научитесь даже советовал бы вам несколько раз сделать у кран поехал сделать тренировку когда победа практически в руках отказаться от нее иначе вы превратитесь в дурачка которыми является большинство ученых как ни странно ученые дурачки потому что вот в круге первом очень хорошо это описано у солженицына что с одной стороны люди которые понимали физику и математику и там один говорит что ты можешь там не знаю политическая власть может быть любая но физика знает язык хозяина а что толку они все равно работали вот на этих кто такой сталин был в принципе беглый семинарист вот на этих вот черте они по большому счету и работали да ты знаешь язык хозяина но черти берут и заставляют тебя на себе работать поэтому самый высший ученый как бы самый достойный ученый это тот кто может открыть и похоронить свое открытие не дав им ухода потому что иначе современный мир предоставит ему возможность просто это открытие за копейки отдать отдать в руки тех кто живет далеко не на копейки далеко не на копейки и даже если там в россии это дешевле в европе это дороже это все равно копейки по сравнению с тем какой дивиденд от этого получат люди близко даже не способны на такие открытия поэтому круто круто когда вы что-то достигаете отказываетесь от лавр а потом через два года видите что кто-то ну дошел до того же до чего вы дошли два года назад и все лавры ему достаются и здесь казалось бы да вы-то единственный человек который будет знать что открыто это не им а вами но за которым никогда не признают открытие все кажется почести достанутся тому но не тем ли более вы должны воздать себе почести потому что у того одна победа он открыл у вас две вы открыли не сказали что открыли вот эта честь истинная честь а все остальное это дурачок из серии похвалите меня мама похвали меня я пятерку принес вот это намастера справляет парус друзья надеюсь видно скоро пойдем на ней вот это просто сейчас пока пробу парусов блин еще год назад я бы этого не понял что такое романтика да уж белеет парус одиноки вот короче говоря этой серии похвалите меня и вы по сути просите одобрения у тех кто ниже вас как правило и социально ну умственно в первую очередь социально то он выше интеллектуально ниже с женщинами то же самое на это больше всего клюет мужчин что она на меня посмотрела она меня выбрала вот от этого откажитесь знаете что самое вот наверное с этого стоило начать какая победа самая большая я часто вопросы получаю а что как бы что ответить если она горит ты маменькин сынок а что ответить если она говорит ты лузер ты нищеброд вот что ответить вот под этим что ответить многие подразумевают как бы как сделать так чтобы она сказала о да ты нищеброд ты не маменькин сынок знаете в чем нестина победа когда вам говорят что вы маменькин сын ок не щеброд лузер чмо вот не мужик знаете в чем истинная победа и что тут можно ответить да так и есть покаяйтесь в этом даже немножко ну так не просто да то подумает что стебетесь ну да как бы маменькин сынок так но ты знаешь как его мама авторитарная было бы у тебя такая это была мамину дочка, как она меня, знаешь, ломала всю жизнь, да, я теперь вот 40 лет маменькин сынок. Вы знаете, как от этого будет у манипулятора пукан подрывать? Потому что любая ваша рефлексия по поводу как ответить так, чтобы она это самое признала, что я не маменькин сынок, это так или иначе вы попались на манипуляцию, вы начали доказывать. И тут вам скажут, что не-не-не-не, подожди, ну, может быть, я подумаю, но как бы единственное доказательство это дать мне денег в той или иной степени, там, содержать меня или так денег дать. А вот когда вы говорите да, то есть вам говорят, что? Да ты там ненастоящий мужик, маменькин сынок. Вы говорите, да, так и есть. Что дальше? Дальше из этого следует, что счет она сегодня будет оплачивать сама. Вот от этого подрывает пукан. А многие считают, что пукан подрывается из-за того, что вы как-то как бандерлог, какое-то острое слово сказали. А я вот на это скажу. И что-то, какую-то мысль, как озвучили, она такая, да, ты не маменькин сынок, оказывается, ты не чмо. Я не имела права так говорить. А зачем вам это? Истинная победа, когда вы скажете, что да, чмо, я бы на том месте тоже чмо такого считал. Вот. Ты только не забудь что-то платить за себя. Вот. У меня денег нету. Вот это и есть истинная победа. И это действительно победа духа. Победа личности. А ни в коем случае там денег у вас при этом может быть сколько угодно. И чем больше у вас этих денег, тем больше ваша победа при таком ответе. То есть одно дело не отсвечивать, когда вам и нечем отсвечивать, другое дело не отсвечивать, когда у вас более чем для отсветки есть. Учитесь, друзья. Учитесь и даже делайте себе такие тренировки. Нарвитесь где-то, чтобы вам сказали нечто подобное. И, соответственно, вот таким образом можете потом ответить. Посмотрите презрение, посмотрите реакцию на все на это. И вы станете сильнее. Намного. Вот это и делает сильнее. Не достижение чего-то, не успех в чем-то. А успех будет ровно в той степени, в которой он вам нужен. Ну, по крайней мере, не будет из кожи вон. Так вот именно не успех в чем-то дает, а умение отказаться от признания. Вот это и есть истинный успех. Ну вот, друзья, такие, собственно, соображения. Субтитры сделал DimaTorzok